Я хочу сказать, что все-таки уже 40 лет мы вместе и больше того, когда мы познакомились, мне еще и 19 не было, поэтому я большую часть жизни, две трети жизни я со Светой, а только треть, причем там включая детство, подростковое возраст и так далее, то есть такие юные годы. Поэтому, если брать сознательно мою жизнь, то это даже не 60 процентов, не 70, не 80, может быть много, 85-90, это Света. И по мере того, как мы взрослеем сами и в мудрости набираемся очень понимания жизни и так далее, меняется отношение, меняется понимание, меняются, как бы сказать, оценки, оценки меняются, но я не могу сказать, что мы как бы вот два разных человека, потому что мы за это время так срослись, что это какая-то неразделимая такая вещь получилась. И не сказать, вот есть Миша, а есть Света, вот есть вместе, вот что-то такое неделимое. Потому что я не могу себе представить, вот допустим, как я могу быть без Света. Я думаю, что у нее то же самое, потому что мы как бы по-другому-то и не умеем и не получалось. И все-таки, а чего ради-то? Вот, поэтому у меня никогда в жизни, вот за 40 лет, не было мысли о том, что это неправильный человек или что я что-то... Хотя при том, что бывает, что мы где-то там мнение расходятся и где-то там бывает более жестко, менее жестко мы о чем-то спорим, но никогда это не заходило в ту плоскость, что вот, может быть, мы зря вместе там или что-то. У меня был приятель, этим я расскажу в институте связи. Мы тогда еще были относительно недавно женаты, ну, может быть, уже мы работали, да, мы уже работали, ну, лет пять мы были женаты. И он, ну, с женой разошелся, он даже уже со второй разошелся, как так получилось. И он очень переживал по этому поводу, и он меня говорит, а вот как же получается? Говорит, вот вы со светом. Говорит, вы никогда меня там не конфликтуете, ничего? Я говорю, ну, бывает. Он говорит, но вы же не разошлись. Я говорю, ты понимаешь, какая история? Мы так воспитаны, что люди женятся один раз. Поэтому, когда возникает какое-то несоответствие или там разногласие, то в рамках той семьи, которая у нас есть, мы должны его разрешить. Мы его не разрешаем вне рамок этой семьи. И я, и она, мы вместе так. Поэтому мы никогда не говорим, ах, так, я ухожу. У нас так не бывает. И он чуть не заплакал. Он говорит, что ты мне раньше не рассказал? Говорит, он, то есть, я что, думаю, это действительно что-то такое семейное. Это как бы такой пласт культурный, который был вот в наших семьях и в моей, и в Светиной. Поэтому мы выросли на самом деле уже, уже как бы вместе. То есть, да, то есть мы принадлежим к такому кругу людей, к такому социальному слову, я не знаю, культурному, как угодно назвать, где вопросы спорные решаются внутри семьи, а не путем разрушения семьи. И тогда все очень просто делается. То есть, когда люди знают, что они должны найти общее решение, и они его находят. Значит, где-то один уступил, где-то другой уступил. Бывают такие союзы, где один больше уступает, а другой больше там в эту сторону. Бывает, что, например, женщина больше уступает, бывает, мужчина больше уступает. Бывает, всяко бывает. Но конкретно у нас, вот, я не могу разделить, где мы там, где там Миша, где там Света, при том, что, конечно, мы люди разные, и у нас разные есть там вкусы, и предпочтения, и так далее. Но мы настолько уже приноровились вместе это все делать, что оно как-то бесконфликтно все происходит, и очень органично, и естественно. И что тут сказать? Значит, Света, так, если выйти за рамки семейного, Света очень одаренный человек от рождения, но она, в общем-то, всегда на первое место ставила семью. И получается такая вещь, что если скажут, вот тебе там семья, вот тебе карьера. У нее даже сомнений не будет, у нее семья на первом месте. Это не значит, что ей не хотелось карьеры, ей хотелось, ей хотелось в аспирантуру, ну, собственно, быть ученым, кандидатом наук, учиться в аспирантуре. Самое счастливое время моей жизни, это когда Света была в аспирантуре, потому что она была такая вдохновенная, и такая сияющая, и такая просто что-то такое. Я глядя на нее, вот я был абсолютно счастлив, то есть, при том, что на меня больше свалилось там каких-то дел по хозяйству, ну там, с семьей, с ребенком, там еще что-то, что она была очень занята с этими делами аспирантскими, но я просто тащился, то есть это было что-то, вот быть с такой женщиной, это было все вообще. Вот, поэтому у нее есть как бы творческий потенциал очень мощный, но все-таки она завязана на семью. И что я хочу сказать, что когда люди думают вместе, меняется содержание вот тех терминов, которые мы употребляем. Вот там, я не знаю, отношения, любовь, куда любовь? Любовь восемнадцатилетних, девятнадцатилетних, если они сорок лет вместе живут, это не та любая, это другая совершенно любовь. И вот когда у них там дети, это уже немножко по-другому, когда дети выросли, это по-другому, когда уже внуки пошли, это уже по-другому. Поэтому я столько, сколько я себя помню, я как бы в таком состоянии, в таком опьяненной любви такой к свете. Я не просто, а я вообще, вот я вис в этом. Это может быть не всегда заметно внешне, потому что я занят этим, 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 но оно присутствует вот как фон, без которого вообще ничего нет. И я такой очень влюбленный, такой на руках, носящий. Я имею в виду, что мы такие в этом смысле, у нас очень лучезарные такие чувства, и мы купаемся в лучах вот этого всего. То есть мы живем, мы купаемся, мы наслаждаемся. Вот я, я Светочку очень люблю. И она знает, но, ну как-то я не знаю, я стесняюсь ей, и говорит, что я знаю, надо плакать начинать. Мне не хочется, чтобы она плакала. Вот. Но это, ну, это как бы хорошие такие слезы счастья и все такое. Поэтому, я думаю, что мы в этом смысле, как семья, мы очень состоявшиеся. То есть мы, мы ни одного дня не жалели, и мы, я надеюсь, еще поживем. Вот. И хотелось бы, конечно, передать вот это все вот, то, что у нас есть в этом смысле, в семейных ценностях отношениях, чтобы как-то нашим детям, внукам перешло. Но это уже другие люди, другая жизнь. Ну, можно только надеяться.